Село Шевелёвка в первые дни войны было относительно безопасным местом. Здесь можно было спрятаться от обстрела в российской армии. В местной школе, построенной при СССР, располагалось убежище с защитой не только от снарядов, но и радиации. В нём с 24 февраля 2022 года укрывалось более 100 человек. Кроме местных, приезжали люди из Балаклеи, рассказывает староста села. Когда война началась, уже артобстрелы были. Когда война началась, уже артобстрелы были. Уже люди здесь были в подвале. Здесь стояли парты, стулья, и понятно, что спать здесь негде было. А вот видите, парты, стулья стоят. Это люди здесь размещались. Староста пережила вместе с односельчанами все авиаудары российской армии. По подсчётам местных, за три недели марта их было 32. В ночь с 10 на 11 марта 2022 года была первая авиаатака, вспоминает она. Бомбы упали в 50 метрах от местного детского центра реабилитации. Там в укрытии находилось 15 детей вместе с воспитателями. Галина Ивановна пряталась вместе со своими 9-месячными правнуками. Говорит, навсегда запомнила гул самолётов, которые кружили над зданием. Через три дня ещё две бомбы сбросили на школу. Укрытие выдержало и спасло людей. Люди начали разъезжаться. Люди начали разъезжаться кто куда, кто в Полтаву, кто в Первомайске. Подальше, конечно, от Балаклея. Но, может, кто и возвращался ещё в Балаклею. Четырёхэтажный дом в Шевелёвке – самая большая руина в селе. Бомбы раскололи его пополам. Через пустые оконные проёмы виднеются остатки мирной жизни. Холодильники, стиральные машины, люстры. Сейчас всё вокруг заросло бурьяном. А тогда жильцы успели покинуть дом до налёта и пока за своим имуществом не возвращаются. Вот это наш дом, 48-квартирный. Вот наш дом 48-квартирный, который пострадал 13 марта 2022 года. Полностью разрушен. Восстановлению не подлежит. Добавлены здесь проживало 130 человек. В основном молодые семьи с детьми. А на данный момент им жить негде. Многие за границей, многие под другим населённым пунктом. И вот таких домов у нас разрушенных 200. 15 полностью уничтожены и 185 повреждены. 63-летняя Татьяна живёт возле разрушенной школы. 14 марта 2022 года, выйдя из убежища, она увидела, что в её доме нет крыши, окон и дверей. В чём была, выехала в соседнее село Андреевку. Вернулась через год. В доме росли грибы, всё покрылось плесенью, с которой она борется до сих пор. Вот уж уже мох. Мох. Вот это ж всё текло. Это ж мы уже позадували хоть трохи. Крышу и плёнку закрыли. А также ж не было нигде ничего открыто. Всё, вода стояла. Отопление только. Я не потянула Галина Ивановна. Усё побитые и батареи. Всё надо новое. Шесть котлом, не знаю, что там. Восстанавливать дома жителям Шевелёвки помогает международная организация ООН. Волонтёры перекрыли крыши и вставили окна в 15 жилых домах. Что касается административных зданий, то на их реконструкцию нужны миллионы, говорит Галина Евсюкова. Первые хотят восстановить школу. Уже готова проектная документация. Ждут доноров или государственную субвенцию. А пока в Шевелёвке работают психологи. На реабилитационные сеансы ходят и взрослые, и дети. Из почти 800 человек, живших здесь до войны, больше половины уже вернулись. Среди них почти 60 детей. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom.